Увековечить память тех, кто когда-то исчез навсегда. На табличке, установленной правозащитниками, указан последний адрес прадеда Ивана Шаховского. Он был арестован и расстрелян в ходе политических чисток в сталинские 30-е годы. Иван и его сестра говорят, что только благодаря правозащитному обществу «Мемориал» они узнали об обстоятельствах смерти своего прадеда. Небольшая металлическая табличка, одна из сотен, напоминающих москвичам о жертвах сталинских репрессий. Этот проект, он уже кавечивает вот эти имена, так не громко, не без всякого пафоса, но он отмечает это в городе, в стране каждого человека, который безвинно был загублен вот этой страшной машиной. Жертвами репрессий стали миллионы советских граждан. Архивист мемориала Алексей Макаров называет цифру – около 11 миллионов. Уже больше трех десятков лет «Мемориал» работает над созданием гигантского архива расстрелянных, заключенных или депортированных в советское время, а также занимается вопросами прав человека в современной России. Но и на сам «Мемориал» уже оказывают политическое давление давно. В 2013 году правозащитный центр признали так называемым иностранным агентом. Теперь генпрокуратура заявляет – организация нарушала закон об иностранных агентах систематически. Это совершенно технические причины и, понятное дело, что на самом деле это политический заказ. И власть не хочет, чтобы в прошлом занимался кто-то еще, кроме самой власти. В Кремле дело против «Мемориала» отказались комментировать, сославшись на то, что решение суда о закрытии организации будет независимым и никакого отношения к политике не имеет. Давление на «Мемориал» – часть последней волны прессинга, которому подверглись все критические голоса в России. За последние несколько месяцев многие НПО, СМИ и журналисты были объявлены так называемыми иностранными агентами. Некоторые сравнивают этот ярлык с клеймом «враг народа сталинских времен». Дело о закрытии организации вызвало волну общественной солидарности. Люди приносят письма в поддержку, а онлайн-петиция в поддержку «Мемориала» собрала уже более 100 тысяч подписей. Работа никуда не денется, а значит будет продолжена. Может быть в другой форме, может быть не так масштабно. Но невозможно убить память. Она все равно сохранится. На протяжении десятилетий «Мемориал» выступал против тоталитаризма в прошлом и настоящем России. Дело против этой заслуженной организации, по мнению многих наблюдателей, может стать знаковым для будущего всего гражданского общества страны.